Приветствую вас. Я думаю, что сначала надо обратить внимание на ваш вопрос в целом, который вы задаете. То есть вы спрашиваете, неужели я останусь одна в итоге? Нет, вы не будете одной. Вы уже не одна. Вопрос в том, как вы понимаете одиночество, боитесь ли вы его, как к нему относитесь, что видите в этом плохого и насколько принимаете себя. Это первое. Второе. Вы пишете, что расстались с молодым человеком по собственной инициативе, возможно вы пережили травму в результате расставания с ним. Травма непролечна, страх боли остался. Выводы не сделаны. Я имею ввиду конструктивные, позитивные выводы. Не сделаны. Дальше. Не могу построить отношения уже более трех лет. Вопрос. Зачем вам нужны отношения? Вы сразу считаете, что отношения нужно строить. Это же не усилия какие-то, Мария. Отношения происходят с собой, естественным образом, с минимальным лишением разума для того, чтобы оградить себя от перегибов в некоторых местах. Все. А когда вы говорите построить отношения, вы исключаете самого человека. И это следующая проблема. То, что в отношениях вы, судя по всему, ориентированы на себя и на, собственно, сами отношения. Но никак не на мужчину. Никак не на личность. Второе. Это было второе. Ну или не важно. Просто это был такой пункт. Дальше. Что объединяет вас с теми мужчинами, которых вы встречаете? Что между вами общего? Понимаете, нельзя, вот, встретив мужчину, нельзя сразу в этом мужчине видеть мужчину. Сперва это человек. Сперва это личное. Сперва это социальный индивид. И только потом мужчина. То есть у вас должно быть что-то общее, что-то связывающее, что-то, что-то сближающее вас, позволяющее вам друг друга увидеть как людей. И только потом как мужчину и женщину. Дальше. Было множество свиданий, начинающихся романов, но всегда все оказывается неудачей. Почему, Мария? Потому что у вас есть завышенные требования. А у вас вообще есть определенные требования к мужчинам. А требования к человеку ведут к появлению предрассудков, к появлению стереотипов, что и ограничивает вас от отношений. Я думаю, что своего бывшего молодого человека вы идеализируете на фоне того, что происходит сейчас. Это по факту. Я не думаю, что вы изменились. Я не думаю, что изменились мужчины. Дальше. Мужчина не подходит мне по социальному статусу. Мария, ну вот. Это что значит, что мужчина не подходит по социальному статусу? Вам либо нравится человек, вы либо видите в нем личность, либо нет. Социальный статус абсолютно не имеет никакого значения. Либо женат. Опять же. Женатый мужчина сам по себе не является табу. Если вам понравился женатый мужчина, сделайте шаги навстречу. При условии, если у него в семье проблемы, он уйдет, и вы поможете ему тем самым не более стать счастливым. Женатый мужчина не табу. Это предрассудок. Выясняется, что судимый. Опять же, судимость бывает разной. И, как бы, человек, он может быть судим не по своей воле, по ошибке, или там, да, какие-то прочные ошибки. То есть, судимость, это, опять же, не крест. Это не, как это, не клеймо. Но для вас это, опять же, предрассудок. То есть, вы считаете, что мужчина должен подходить по статусу. Должен быть не женат, не должен быть судим, и у него не должно быть детей. Не должно. Это основная мешающая позиция ваше при построении отношений. У всех людей есть прошлое. У всех людей есть ошибки. Вы такое впечатление, что это отрицает. Как отрицает и то, что люди сходят не по тому, подходят ли они друг другу. По социальному статусу там, и так далее. А потому что появляются симпатии. Потому что здесь что-то объединяющее. И есть желание что-то делать друг для друга. Еще раз. Ни судимость, ни наличие семьи, ни наличие детей не является собой. Я точно знаю, с какими недостатками мужчины не смирюсь. У всех это недостатки. У всех абсолютно. У всех это недостатки. И вам нужно в первую очередь принять свои собственные недостатки. Быть к себе терпимее. Чего у вас не происходит. Дальше будете более терпимее к другим людям. Так, именно такие мне попадаются с этими недостатками. Вот понимаете, да, то есть мужчины здесь же воспринимаются как, ну я не знаю, как какие-то вещи, да, как какие-то просто единицы. То есть не можете попадаться. Каждый человек это личность. Вы смогли увидеть попадающихся вам мужчин личности? Вряд ли? Вы только смотрите, есть ли у него недостатки или нет. Вы только смотрите, ага, подход у меня нет. Пытаетесь разумом это просчитать. Отсюда и отношения не повышаются. Бывшие и забывшие на их фоне теперь кажутся лучшим вариантом. Тут еще идет сравнение. То есть сравнивание мужчин с бывшим. Что означает, что отношения с бывшим эмоционально вы, скорее всего, не завершили. Выбирать кого-то хуже его статуса, отношения ко мне в общем, я не согласен. Вот что значит хуже? Хуже это сравнение. Не бывает отношения хуже, оно бывает другое. Понимаете? Оно бывает другое. Хуже его статуса. Опять же, не бывает статуса. Статус другой. Статус отношения никак не важно при выборе мужчины. При выборе мужчины важно то, что вы чувствуете к нему. При выборе мужчины важно, чтобы он не вредил вам. Чтобы он не ограничивал вас. И все. А то что вы говорите? Это проекция ваших собственных желаний. Бывший женат, возможно, уже не помнит обо мне. То есть, ну, такая вот, чувствуется скрытая горечь и обиды, наверное. Да если представить возможность его вернуть, я этого не хочу. Были причины моего ухода, и я не был уверен в том, что это тот самый человек. А вы никогда не будете, Мария, уверены в том, что это тот самый человек. Просто потому, что в отношениях нет никогда. И быть не молит стопроцентные, стопроцентные гарантии. В отношениях мы живем здесь и сейчас. И здесь и сейчас мы стараемся сделать для человека все, что в наших силах. Все, что мы хотим. Я хочу быть человеком на долгое время. В идеале навсегда. Это, опять же, проекция вашей потребности в определенности и безопасности, чего вы не чувствуете сами. То есть, по сути, перекладывание ответственности на другого за себя. Мои дети должны быть от достойного человека. Я не хочу ошибиться. А что есть достойный человек, Мария? Ну, что есть достойный человек? Что? Что такое достойный? Это который со статуса? Это который не судит? Это не достойный. Это наличие статуса и наличие судимости не делает человека более или менее достойным. Вот. Для чего вам дети, Мария? Почему вы считаете, что дети должны быть? Вот видите, опять идет должное слование. Должны. Кому должны? Почему должны? Это и есть стереотип. Это и есть ограничивающий стереотип. Вы отношения с бывшим своим, как бы, ну, закончили, потому что проецировали на него свои сомнения и свои страхи. Перекладывали на него свою ответственность за себя. То есть уже с бывшим вы избегали отношений. Уже с бывшим вы стремились к идеалистической модели отношений, неврастической модели отношений. Которые, по сути, означают запрет на семью, на создание семьи. Я не могу, не хочу ошибиться, а от этого никто не застрахован. Ошибаться – это нормально. Я хочу новых отношений. Зачем? Для чего? Ну, с тем, кого считаю мне подходящим. Не бывает подходящего человека. Знаете, вы не можете считать, вы не можете считать, что человек подходящий. Вы можете почувствовать, что вы хотите что-то для него делать, но считать нельзя. Таким образом, вы можете построить только отношения по расчету, где нет людей, где есть только выгода. Это вариант, но в этом варианте нужно себе признаться. До него я встречался с достойными мужчинами, включая его с малого. Вот только почему-то отношения с ними у вас не сложились. Сейчас мне попадаются совсем не те люди. Те, не те люди. Знаете, вот люди не могут так воспринимать, как тот, не тот, подходящий, не подходящий, со статусом, без статуса, женатый, не женатый, судимый, не судимый. Человек – это гораздо более сложное существо. Вы к себе же так относитесь, объясниваете все духовное, свой внутренний мир. Или вы завышаете себя над мышиной. Либо у вас просто деструктивные представления об отношениях, о том, как устраиваться отношения между людьми. Я боюсь, что вы все забыла, как это быть в отношениях. Ну, ваш страх, он, скажем так, уместен, но нельзя помнить, как вести себя в отношениях. Потому что с каждым мужчиной вы будете вести себя по-разному. Так или иначе. Понятно, что что-то общее будет, потому что это вы. Но с каждым мужчиной вы будете всегда по-разному. Поэтому нельзя помнить, как это быть в отношениях, как это быть в паре. А боитесь вы, потому что нет определенности, опять же. То есть не проконтролировали что-то. Это вот ваше вот стремление к контролю, стремление к просчитанности, оно вам мешает очень сильно. Вы полагаетесь на это, а не на свои чувства. А чувства они, по всем другое говорят. А отношения строят именно чувства. Дальше. Я останусь одна. Вот почему вы боитесь одиного чувства? Потому что не принимайте себя. Вам самой собой, вероятно, некомфортно. Либо вы считаете для себя жизненно важными целями те, для выполнения которых необходим мужчины. Не могут быть обязательными целями те, для выполнения которых нужно что-то еще. Вообще ни одна цель не может быть обязательной. А вы делаете обязательной. Поэтому вы боитесь остаться, ладно. Но еще и потому что вы себя не принимаете, вам самой собой некомфортно. То есть нужно понять, что вы в себе отрицаете и что вы в себе не принимаете. Я хочу так же, как раньше, быть влюбленной, страстной и любимой. Для чего? Для чего? Объясните мне, как можно хотеть быть влюбленной, страстной и любимой, если у вас нет человека? Именно человек определяет то, как вы будете любить, какой вы будете по отношению к нему и как вас будут любить. А тот факт, что вы хотите этого без привязки к человеку, означает только то, что вам этого не хватает, то есть себя вы не любите, то есть себя вы не принимаете. Из чего и вытекает страх одиночества. Еще я не могу смириться, что у мужчины есть дети от предыдущего брака. Я хочу, чтобы настолько общие дети никакого груза прошло. А почему вы считаете, что дети от предыдущего брака – это груз в прошлом? Где связь? Может быть, вы боитесь конкуренции матери детей? Может быть, вы не уверены в себе, что в этом делах? Потому что дети от предыдущего брака – это не груз в прошлом. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Может это цинично, но я не измирюсь, делить мужа с ребенком от чужой женщины. То есть вы по факту говорите о том, что ребенок для вас – это конкурент, получается. И по факту, если вы говорите, что вы не хотите делить мужа с ребенком, хотя как можно делить, если ваши отношения с ним, как женщины, с мужчиной – это одно, его отношения с ребенком, как родители ребенка – это совсем другое. Но если вы не хотите этого, значит вы, по сути дела, будете ревновать его мужа, то бишь к ребенку и к женщине, от которой он появился. Так это говорит о том только, что вы не уверены в себе. Здесь дело не в циничности, а в том, что вы боитесь конкуренции, боитесь того, что вы будете не единственными. Вы боитесь того, что будете не единственными, а единственными вы хотите быть. Ну так в таком случае, поскольку помимо вас есть еще другие женщины, то вы всегда будете сомневаться в том, что вы единственные. Значит, это сцены ревности, подозрения, там и так далее. Опять же, потребность быть единственной связана со ссылцем любви к себе, Мария. Другие девочки готовы мириться с этим, я же не хочу и не могу. Ну, я сказал. В моем возрасте, похоже, уже не осталось свободных и достойных мужчин. Быть лишь без кем я не хочу. В итоге, неужели я осталась одна? Нет, не останетесь, просто не будете счастливы, если не перестанете проектировать на мужчин свои страхи, свои сомнения и перекладывать на ниже ответственность свою собственную. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание, что вы не задали никакого вопроса психологам, да, то есть просто вот этот ваш такой риторический вопрос, неужели я сам сорня, он никак не может быть запросом. А запросом было бы, значит, ну, как, например, что мешает мне сейчас устраивать отношения. А, да, то есть я не увидел, Мария, у вас какого-то вот желания работать над собой. Соответственно, то, что я могу сейчас сказать, это то, что, ну, помимо того, что я сказал, да, просто напомнить, что наиболее деструктивными является вот это вот должен, должен словами. То есть любые представления, где есть слово должен, являются очень деструктивными. Ничего не должно быть. Вот. Ну и все те моменты, которые я перечислил, тоже важны. Вот. Рассмотрите вариант выстраивания отношений по расчету, если вы не готовы отступать от своих взглядов. В противном случае я боюсь, что... Нет, одна вы не останетесь, но я боюсь, что отношения вам построить будет сложнее и сложнее с возрастом. Потому что если вы в 27 лет уже имеете такое негибкое восприятие, да, такое вот, ну, скажем так, неаутентичное, да, мужчин. И если вы в 27 лет так видите мужчин, то чем, чем более старше вы будете становиться, тем более, более это будет прогрессировать, прогрессировать. И мужчину вам найти будет все сложнее. Потому что страх перед близостью, отсутствие доверия к себе будет тоже развиваться. Вот. И костынец. Так что я рекомендую вам, ну, я бы рекомендовал вам вот прям как можно быстрее начинать индивидуальную работу. Да, раскрываться, больше доверять своим чувствам, раскрывать свою женственность, реализовывать самостоятельно свои желания, учиться нести личную ответственность. Ага, и расширять границы восприятия себя и мужчин. Ну и, понятное дело, реализовываться в своей профессии, становиться специалистом экстра-класса, чтобы не испытывать проблем с самооценкой. Вот, потому что то, что вы вот от чужой женщины, да, не можете там делить, делить мужа и детей от чужой женщины, ну, это вот самооценка прям, прям очень болезненно. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вам показался мой ответ как бы таким неприятным, ради бога простить, я с точки зрения профессиональной психотерапии вижу это так. То есть, с мой взгляд, он исключительно профессиональный, да, он как бы не строится на каких-то личных осуждениях и так далее, да. Вот. Значит, еще я вам хочу сказать, что вот вы, значит, пишите, что хотите новых отношений. А как у вас вообще дела с женским поведением? Вот какая вы женщина, какова женская поведение, что вы можете дать мужчине, что вы хотите дать мужчине. То есть, я готов принять, я готов принять то, что вы, например, вот принципиально не можете, допустим, как сказать, ну, не хотите, например, быть с мужчиной, у которого есть дети. Пусть. Пусть. Я готов это принять при условии, что это чисто интеллектуальное решение, а ни в коем случае ни страх, ни привога, ни перенос ваших чувств. Вот. С этим нужно разобраться, но если это чисто интеллектуальное решение, то окей, никаких проблем. Вот. Но вы же понимаете, что ваши требования, они по сути тупиковые. Вот вы сами говорите, что таких свободных и достойных мужчин не оказалось правильно. То есть, тупиковые. То есть, вы хотите чего-то невозможного. И совсем менять свои представления не стоит, но делать их сколько-нибудь жизнеспособными, мне, кажется, необходимо. Вот. Иначе вы просто пожаловались и всё. Рассказали, как всё плохо и всё. Но это же не взрослая речь. То есть, это речь не взрослого человека. Это, по сути, речь родителей. Это речь родителей, который прячет под собой неудовлетворённое дитя, неудовлетворённого ребёнка, с которым вы являетесь. Вот. То есть, над моделью своего женского поведения поработаете? В том числе. То есть, подумайте, какая у вас женщина. Что бы вам было, что бы мужчине-то предложить. Вот. И как вы неграмотно его использовали? Модель женского поведения. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Не помню, говорили ли я. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего вам доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok